приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы мира вам и добра выполняем вашу просьбу уважаемые наши подписчики живущие в теплых странах а также те кто имеет отапливаемые теплицы мы сегодня подготовили ответ на ваш вопрос определили лучшие дни января 2024 года для посадки семян сладкого горького перца баклажанов помидоров цветов на рассаду и это касается кстати всех вершков вот этот период самый золотой как мы всегда раньше называли золотые дни вот это золотые дни когда можно будет использовать для того чтобы посеять на рассаду нужные семена и так по киевскому времени мы рассмотрим сейчас все эти дни во первых это у нас проверенный уже много лет не только нами но и нашими подписчиками знак телец при растущей луне поэтому только вершки но и солнце в этот период будет который мы рассматриваем с 29 градуса по 30 градус козерога очень хорошее время и у нас не только будут и солнце и луна давать позитивные хорошие энергии смотрите в каждом дне есть еще энергии созвездий накшатр 18 января только после 18 часов используем время хотя переход там после 10 часов был но у нас будет переход 18 из первой во вторую фазу это напряженное время 5 52 поэтому только после 18 часов это получается уже середина знакопродуктивное время с 18 до конца суток и в это время будет работать созвездие мригошира называется управитель этого созвездия марс и марс будет в козероге опять корневая хорошая система сила энергия будет создаваться именно для наших растений и до хорошего выражая и это кстати созвездие ориона в этой накшатре проявляется изначальная энергия женского божественного начала очень хорошая энергия для наших растений мригошира относятся к касте фермеров не просто так и она сбалансированная и нежная как видите у нас энергии и луны и солнца и созвездия через которые будут будет в это время двигаться находиться луна и управитель здесь есть тоже по этому созвездию и он тоже очень сильный используем вот это следующий день очень хорошие все сутки 19 января все 24 часа с 7 часов утра то есть после периода мригошира очень хорошего начинается следующий период ардра называется созвездие ардра в переводе зеленый сочный хороший живой такой и здесь у нас источник энергии будет раху это будет звезда бетельгейзе созвездие орион уравновешенная накшатра и управляет этой накшатрой божество рудра называется то есть именно вот это божество избавило вселенная от нежелательных демонических сил вот этот день очень хороший для того чтобы защитить свои растения от различных негативных влияний не только видимых материальных но и других сейчас это многие как раз отмечают что есть такое дело поэтому мы используем вот эти энергии для защиты наших растений но еще один день золотой день у нас правда он не весь а только с 0 часов и до 12 часов дня помните мы выбираем самое продуктивное время тельца у нас и телец и солнце будут прекрасном периоде здесь восьми часов утра начнет работать уже энергия созвездия по норвасу покровитель юпитер шикарная планета для того чтобы получать тоже хороший урожай покровитель вот этой этого созвездия юпитер а звезды находятся те которые отвечают за энергию кастер и полукс и созвездие у нас в близнецах находится божество отвечающие за это созвездие одити кто такая одити богиня изобилия мать всех божественных существ этой вселенной благоприятная эта энергия и она дает возможность начинать любую деятельность связанную с сельским хозяйством садоводством и представляет аспект баланса и равновесия в природе как видите со всех сторон у нас очень хорошие энергии в этот период в эти дни мы еще раз их сейчас назовем и так это у нас 18 января с 18 часов вечера только до конца суток 19 января все 24 часа и 20 января с начала суток до 12 часов дня не позже вот они наши золотые дни января месяца 2002 4 года для того чтобы посеять семена цветочных овощных растений вершков только вершков и получить хороший результат причем не только как рассада но и затем хороший результат в урожае видео подготовили раиса горяченко и александр волик желаем вам успехов благодатной погоды и до новых встреч на нашем канале витаем у вас на канале раиса горяченко дача сад город квиты миру вам та добра отвечаем на ваши прохания и у нас уже есть много проханий чтобы мы рассказали про золотые дни месяца сечень 2024 года где кто собирается сиять на синий для рассады и выращивать в теплих теплицах и в теплих странах у нас тоже очень много подписчиков которые занимаются овощевницами и квитами и до речи тоже работают в садах что же давайте рассмотрим что мы можем сделать какие лучшие дни сечня 2024 года выбрать для посеву на синий солодкого и горького перца баклажанов помидоров и квитов всех вершков на рассаду за киевским часом мы дуже уважно розглянули всі енергии який є в цих днях и ось эти дни телець здрасте и месяц сонце с 29 по 30 градус козерогу все ци періоди які ми зараз будем розглядать 18 сечня починается период після 18 години вечера чому а тому що у нас буде перехід месяця з одной фазы в другу и там як раз до 18 години не можно будет сиять хотя перехід месяця в знак телець будет о 10 години чуть-чуть трохи пізнейше 10 години то зараз нам важливо выбрати самый продуктивный час и мы его выбираем після 18 години 18 сечня до кинца доби что можно в цей час какие энергии окрім месячных энергий та солнечных я кище мы можем взяти энергии а мы уже використовуємо це другий рік энергии еще сузири вони дуже важливий і дуже допомагають отримувати гарный вражай и так у нас будет в цей день працювати энергия сузирья мрегашира управитель цього сузирья марс и он будет находиться в знаке козерог и это сузирья орион называется в цьому сузирьи проявляется початкова энергия жіночего божественного початку материнского початку и мрегашира относится до касты фермеров бачите вона покровитель фермери да и гарный вражай да и и возможность фермерам и не тільки фермерам тих кто працюет с рослинами землей отримути гарный результат это энергия сбалансована та нижна для выращивания гарного вражаю и не тільки вражаю а и гарных квитов отож ви бачите у нас дуже гарні тут энергию ми їх вибрали озвучили і вони уже працюють дуже добре ми це перевірили далі у нас період 19 січня всі 24 години тут уже в сьомої години ранку почне працювати енергія сузирья ардра називається в перекладі зелений соковитий це джерело енергії раху і зірка за це відповідає зірка бетель гейзе сузирья оріону це врівноважена накшатра управляє нею божество рудра рудра позбавив світ від небажаних демонічних сил тобто дається енергія нашим рослинам яка буде захищати рослини не тільки в матеріальному плані але і в духовному тому що зараз такий час перехід із скалі юги в югу перехідний період і наступну югу яка уже дає світло і отож тут зараз дуже багато різних енергій працює і нам необхідно захистити свої рослини і себе захистити використовуємо ці енергії для блага і ще один у нас день але тільки частина дня це 20 січня починається з початку доби та до 12 години дня не пізніше далі вже будуть працювати зовсім інші енергії в цей час нам будуть допомагати зірки зірки сузір'я по нарвасу з 8 години ранку починається цьому сузір'ю покривительство є юпітер в сузір'я входять зірки кастер і по лукс і сузір'я називається близнюки відповідає за ці енергії цієї дуже гарної накшатри цього сузір'я божество а діті це жіноче божество це богиня достатку і мати всіх божественних істот цього всесвіту всього всесвіту вона якраз дає енергії і сприятливе будь-яка діяльність пов'язана з сільським господарством садівництвом все що пов'язане з посівами з посадками з рослинами все дуже гарний час і до речі і обрізка рослини і енергії цієї накшатри якраз представляють аспект балансу та рівноваги у природі це дуже важливо щоб в цей час дуже складний час переходу із епохи в епоху ми використовували ці енергії енергії балансу та рівноваги у природі що був гарний врожай що ж ми відповіли на ваше прохання підготували розказали поділилися своїми знаннями своїм досвідом а хто ми це Раїса Горяченко та Олександр Волік бажаємо вам успіхів гарної погоди і будьте всі здорові на все добре до нових зустрічей на нашому каналі Дякую за перегляд!